жил в монастыре и я приехал в монастырь который находился в китае и приехал я в монастырь и с этим человеком общался и говорю ему он мне это сказал я ему говорю послушайте а вот вы сказали что невежество проявление или проявляющаяся злость она и создает заболевание но вы же очень давно болеете ревматоидным артритом неужели вы не можете с этим справиться на что он мне ответил да я с тобой абсолютно согласен и он говорит я не могу справиться с элементами он говорит я прихожу за стол и стараюсь кушать один потому что если ем с кем-то то мне не нравится как эти люди едят одни чавкает одни сморкаются мне все время что-то раздражает мне раздражает что я один что и неправильно встаю что неправильно ложусь не раздражает это раздражает это это все вызывает во мне злость я ему говорю вы не можете с этим справиться он говорит нет отягощенная карма в моей жизни мешает мне справиться с этим я это понимаю именно поэтому я читаю мантру он мани падма хум которая поможет мне справиться с вот этой омраченной кармой то есть с чем должна помочь справиться, быть добрее. Именно поэтому в свое время было создано вот эти пять мантр доброты, которые я в свое время выложил даже в интернете. Это пять мантр, открывающих сердце человеку. Это намосарвататагатанам, курукурумуру мурукаруныя корунячитамут падая пагватисарапаймена соха, намосарвататагатанама чинтявисани и так далее. То есть их там пять штук. И каждую из них я по 108 раз читаю. Такое видео есть. Оно удивительное. Оно избавляет человека от заболеваний, делает его добрым, делает человека везучим в жизни и так далее. Но самое основное качество, самое необходимое, то, о чем необходимо помнить, это иметь возможность и иметь желание быть добрым человеком. Таким образом у человека исчезает его карма. Даже когда вы порычали, не злитесь подолгу. Потому что когда человек поругался и потом он месяцами обижается, то вот этот месяц вы проявляли и накапливали злость. Вы ее не могли у себя высечь и перестать злиться. Прав, не прав, не важно. Главное ваш поступок. Вот какой он? Длительно быть злым плохо. Это плохая карма.